Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 мая, день Иова, назван в честь святого праведного и многострадального Иова. Он по рождению своему происходил из племени Авраамова. Жил он в Аравии. Место пребывания его была земля Хус, которую населяли потомки Уца, племянника Авраама, сына первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был человеком истины и отличался безукоризненным поведением, справедливостью, доброжелательством ко всем и благотворительностью. А более всего боялся Бога. В народе этот день назвали по-разному. День Иова, Горошника, Рассенника, Огородника. В это время по утрам часто выпадала роса. Отсюда название Рассенник. Причем сегодняшняя роса считалась целебной. Если на Иову росы много, то будет хороший урожай огурцов. Сегодня старались сажать горохты, клубовые и другие овощи. По той причине говорили, что наступил день Иова, Горошника, Огородника. Горох высаживали на заходящее солнце, на сырую землю при убывающей луне. Учитывали ветер. Если он дует с севера, говорили, что горох будет жестким. Юго-западный или западный ветер, горох будет мелким и червивым. Пассивы обычно сопровождались заговорами. Сажали семена на закате, чтобы птицы их не поклевали. Считалось, что урожай будет богатым, если семена сажают женщины. Примета. Большая роса и ясная погода к большому урожаю огурцов. Нет утренней росы, жди перемены погоды. 15-е лунные сутки. Чем больше прерывное действие луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok